Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Исайи, 42 глава. 42 глава содержит в своем начале первую из четырех песней Раба Господня. Начинается эта песнь так, прямая речь Господа. «Вот отрок мой, которого я держу за руку». Следует сказать, что в еврейском тексте не «отрок», а «раб мой», а «вди», «раб мой». «Эвэд» — это «раб», «авди», «раб мой». Почему-то синодальные переводчики решили перевести через «отрок». Но «отрок» может означать не только молодого человека, но и «раба», как известно в Священном Писании, в нашем русском синодальном переводе. Вот здесь «раб», «вот раб мой», прямая речь Господа, «которого я держу за руку, избранный мой», «к которому благоволит душа моя», «положу дух мой на него» и возвестит народам суд. Первая из четырех песней Раба Господня. Все четыре этих песни содержатся во втором разделе Исайи, как я уже вам говорил. Кто этот самый отрок, о котором здесь говорит Господь? Ну, во-первых, это израильский народ, раб Господень. В начале 44 главы прямо будет сказано, «А ныне слушай Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал». Иаков — это и есть Израиль. Иаков, Израиль — это раб Господень. Он должен служить Господу, самый приближенный из народа в земли. Избранный народ должен быть рабом Господнем, быть служителем Господа, тем, кому Господь доверяет. Это одно объяснение. Второе объяснение — это пророк или пророки. И, может быть, Исайя. Некоторые стихи этой главы дают, и следующий глав, дают, намекают именно на такое вот истолкование. Ну и, наконец, третье истолкование новозаветное. Отрок или раб Господень — это Мессия. И Матфей, евангелист Матфей, прилагает эти пророчества 42 главы, которых мы прочтем дальше, предлагает их к Иисусу Христу. Цитирует буквально эти пророчества. «Положу дух мой на него, — говорит Господь, — и возвестит народам суд». В этом состоит миссия. В этом состоит миссия раба Господня. И здесь, вот в этой первой песне, 42 глава, раб Господень представлен, представлен скорее как пророк, пророк, которому поручена особая миссия возвестить суд всем народам, как здесь сказано. Возвестит народам суд. И дальше мы узнаем, что этим миссия не заканчивается. Еще и он должен будет выступить освободителем, освободить страдальцев. Об этом будет сказано в седьмом стихе. «Чтобы открыть глаза слепых, узников вывести из заключения, сидящих во тьме из темницы». Читаем дальше, второй стих. «Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет и не изнеможет. Доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Вот эти стихи, начало 42 главы Исаии, буквально цитирует Матфей. В 12 главе, после рассказа о том, как Господь исцелил многих людей, страдальцев, страдающих, вот Матфей приводит как раз эту цитату из Исаии, те стихи, которые мы только что прочли. Следует сказать, что здесь 4 стих заканчивается словом «острова» и «им». На самом деле так оно в тексте в еврейском и есть. Но вот «септуагинта», перевод 70, перевод на греческий язык, переводит через «народы», уповать народы. В еврейском тексте «острова». Да, острова, как известно, населяются разными народами. Бывают, правда, необитаемые острова, но когда речит у Исаии об островах, то имеется в виду жители этих самых удаленных островов. И вообще будет говориться дальше в следующей главе 43 об отдаленных странах, таких как Куш, Эфиопия, или Сева, Савея. Здесь говорится о кротости раба Господня. Он кроткий, и в то же время он возвещает народам суд. Он никому не причинит вреда, никому не причинит зла. «Надломленная трость, которая вот-вот переломится и разделится на две части, он даже ее не переломит». Курящееся льно так легко угасить. Одним легким дуновением, или просто двумя пальцами оно гасится, это курящееся льно, льняная нить, которая курится, дымится, очень легко погасить. Так вот, и даже курящегося льна раб Господень не угасит, но будет производить суд по истине. Ему верен суд. Здесь мессианское содержание, по всей видимости, суд. Бог поручает своему Мащеху, своему Мессии. Пятый стих. Да, и на всей земле будет утвержден суд. И, как сказано здесь в четвертом стихе, «На закон его будут уповать острова». Вот это божественная Тора, божественный закон. Будут уповать все острова, все народы. Это то, о чем говорилось в первой части Исаии. Тора Мицион Теце. Закон выйдет с Сиона. И все народы сойдутся на гору Господню и будут учиться путям Господним. Не будут больше учиться воевать. Всем народам откроется истина. И уже не только один израильский народ будет служить Господу, а все народы, которые присоединятся к Израилю в будущей асфатологической перспективе, в мессианском царстве, после мессианского суда присоединятся к единому народу, составят с израильским народом единый народ Божий. И все это провозглашается уже со всей настойчивостью, потом, дальше, в Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа. Пятый стих. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, и распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Вот некоторые считают, что песнь раба Господня оканчивается четвертым стихом. Другие говорят, что нет, она продолжается дальше. И этот пятый стих и последующие стихи тоже являются частью этой самой песни Господней. Некоторые заканчивают эту песнь на седьмом стихе, а некоторые продолжают до девятого. Разные комментаторы по-разному ставят границы этой песни, ограничивают ее. Вот. Здесь Господь, Он в этом пятом стихе исповедуется его качество творца, что он творец, все в его власти, он сотворил природу, он ею и владеет, и народ, который населяет наш мир, землю, он тоже сотворен Богом, и дыхание Вседержителя, сотворившее людей, оно их и поддерживает, дает Господь дыхание и дух людям, ходящим по земле. Прямая речь Господа, 6 стих, Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народов, во свет для язычников. Господь обращается здесь к своему рабу, к израильскому народу, с одной стороны, в мессианской перспективе, к Мессии, чтобы открыть глаза слепых, стих, который мы уже прочитали, чтобы узников вывести из заключения, сидящих во тьме из темницы. Господь освобождает измученных, пришел отпустить измученных на свободу, это и раньше у Исаии говорилось. И также в предыдущем стихе Он заключает завет с народами, завет для народа и становится светом для язычников. И не только уже израильский народ, но все народы, составляющие через Мессию единый народ Божий вместе с древним Израилем, все люди земли вступят с Богом в завет, и Мессия будет светом для всех народов. Собственно, так и происходит, когда провозглашается Новый Завет, и Христос выходит на проповедь и говорит, «Я свет миру» и объявляет Новый Завет, «Новый Завет в моей крови», говорит Христос. Дальше, восьмой стих, в восьмом стихе провозглашается, вновь провозглашается, как в предыдущих главах, и дальше будет монотеизм, это триумфальное единобожие. Смотрите, с каким триумфом это провозглашает сам Господь, говорит о себе. «Я Господь, это мое имя». Здесь божественная тетраграмма, четырехбуквенное, священное имя, которое синодальный перевод обычно переводит словом «Господь». «Ют-Гей-Вав-Гей» «Четыре буквы священного божественного имени», непереводимого, и никто не знает, как оно произносится и как переводится точно. Вот более шести тысяч раз, почти семь тысяч раз встречается на страницах священного писания. Это священное божественное имя тетраграмма. Тетраграмма, потому что четыре буквы. Грамма – это буква по-гречески. «Я Господь – это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Слава принадлежит только Богу. Ни КПСС, ни народ-победитель. Часто мы видим лозунги «Слава КПСС», «Слава народу-победителю» и прочие разные славы. Вот славу нужно воздавать только Господу. Здесь сказано, «Господь говорит Сам, славы моей не дам иному, не дам иным божествам». Когда мы воздаем славу божественную кому-то, какому-либо человеку или группе людей, мы тем самым уничижаем Господа. Это называется «Хелюляшем», «Поскверняем имя Господне». «Славы моей Господь, говорит, никому не дам». «И хвалы моей истуканам», вот эти вот «Псалим», «Песаль» — это истукан, это идол, «Господь своей славы идолам не отдаст». И дай Бог, чтобы мы воздавали славу только Господу. Никаких не было у нас идолов истуканов. «Слава Богу», вот, что должно быть написано и на наших домах, и на наших сердцах. не КПСС, а Богу. «Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам». Продолжается прямая речь Господа. Новое. Новый завет Бога со своим народом и со всеми народами земли. Новый. Все творю все новое. Новый мир, новый миропорядок, где Господь будет царем и будет его божественная власть уже всеми признаваема. И это все возвещает Господь через своего пророка. Девятым стихом уже точно заканчивается вот эта песня «Раба Господня». Следующая песня прозвучит уже в 49 главе. Вторая песня «Раба Господня». Десятый стих открывает новый подраздел такой до 17 стиха включительно, который можно назвать прямо здесь назван этот жанр «Новая песнь». Шир-хадаш. Новая песня. Это выражение «Новая песня» используется в некоторых псалмах. «Пойте Господу новую песнь». Шир-хадаш. Некоторые псалмы тоже жанрово надписываются именно так. Следует сказать, что у пророков есть особые поэтические жанры, их довольно много. И традиционные жанры они прямо называются в самом тексте пророческих книг. И вот очень распространенный библейский жанр «Новая песня» тоже используется пророками. По содержанию уже эта новая песня, этот гимн является победным гимном. Воспевается «Победа Господа». Победа Господа и к этой победе, великой победе Господа, величайшей победе, призываются к празднованию этой победы все народы земли. И ко всем народам, видимо, здесь и звучит это обращение. «Пойте Господу новую песнь, хвалу ему от концов земли. Вы, плавающие по морю, и все наполняющие его острова и живущие на них, далекие острова, далекие мореходы живут на них, на этих островах, бороздят корабли, Средиземное море, выходят в Атлантику, бороздят Красное море, выходят к берегам, к восточным берегам Африки, в Индийский океан, огибают полуостров Аравийский, дальше выходят к берегам Индии. Мореплавание было очень развито, но евреи не были народом мореплавателем, это были сухопутные сухопутные народы, даже когда у него были корабли, то матросов, моряков нанимали обычно финикийцев, известных мореходов, как известно, финикийцы были знатные мореходы, колонизировали все среди земноморья, кругом у них были колонии, выходили в Атлантику, некоторые ученые допускают, что и вокруг Африки за две с половиной тысячи лет до Ваш Кудагамы вокруг Африки они тоже ходили. Но евреи мореплавателями не были, и вот здесь эти мореплаватели, финикийцы, а вместе с ними другие, мореплаватели, все жители дальних островов земли призываются хвалить Господа, петь Ему новую песнь. Да возвысит голос пустыня и города Ее, селения, где обитает Кидар. Кидар, с ним мы встречались в первом разделе книги Исаии. Кидар — это племя, 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 неоседлый народ, это такое племя, народность кочевая, это кочевники. Они живут в пустынях в основном, пересекают эти пустыни, кочуют, о них говорится не раз. Селение обитает Кидар, да торжествует живущее на скалах, да возвышают с вершин гор. Исаия говорит, что вся земля, все самые удаленные народы должны праздновать победу, которую одержал Господь рукою Кира, покорил вавилонян. И, ну, если говорить об эскатологической победе, то победа над всяким злом, над всем, над всякой несправедливостью, над всяким угнетением, какое только существует под солнцем. Да воздадут Господу славу, не истуканам, не своим этим вождям и правителям. Да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах. Как часто Исаия говорит об островах, тем самым подчеркивая, что победа Господня распространяется на самые отдаленные народы земли, на самые отдаленные острова и на их обитателей. Господь выйдет, как исполин, как муж браний, возбудит ревность, воззовет и подымет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Кто враги Господни? Израиль помилован, а враги Господни не зложены, в данном случае и вавилоняне. Ну, а в эсхатологической перспективе все враги будут не зложены, и даже последний враг победится смерть, пишет апостол. «Долго молчал я, терпел». Продолжается прямая речь Господа. «Терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все». Ну, такая необычная метафора прилагается ко Господу. Беременная женщина, когда рождает, она кричит обычно. Но здесь этот крик – это крик победы. Клич победы раздавайся. Великой победы Господа над всем злом и над всяким врагом. «Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и иссушу озера». Давайте сравним то, о чем говорилось в предыдущей главе в 41-й, в 18-м стихе. «Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды». Здесь нечто другое, нечто противоположное. «Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и иссушу озера». Вот этот стих, он, 15-й стих 42-й главы, стоит в некой параллели к 41-й главе, 18-му стиху. Это так называемый антитетический параллелизм. То есть мысль здесь противоположная той, которая была там. Так что же на самом-то деле? Здесь, в этом 15-м стихе, выражается абсолютная власть Бога. Угрозы здесь нет. Господь не угрожает. Этими образами, этими метафорами подчеркивается лишь абсолютная власть Бога над природой. «И поведу слепых дорогою, которые они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Сразу вспоминается исход израильского народа из египетского рабства, как Господь ввел свой народ рукой крепкой, мышцей высокой, как сказано, «Яд Хазака, вызрованный ту я, и вел их, ангела послал, и вел их ночью столб огненный, днем столб облачный, и тьма не объяла, и рассеивалась тьма пред избранным народом Божиим, когда народ торжественно шествовал во время исхода. А для врагов израильского народа, для фараона и войска его, это была тьма, туман, и между станом израильским и войском фараоновым, как описывается в книге «Исход», сам вот этот ангел Господень в виде столба облачного был для одних светом, для других мраком, для Израиля светом, для египтян мраком. И сами по себе люди, народ Господень, да и все мы люди, мы слепы, и Господь наш свет, мы не знаем, куда идти, мы бредем в потьмах. Вот как в темном лесу бывает, человек сумрачной ночью, облачной ночью оказался в темном лесу, как ему найти выход? Ни тропы не видно, ни тропы не видно ничего, не видно низги, как говорится, только светильник может человека вывести на эту тропу. Вот Господь является светом для нас, чтобы мы не заблудились в этой жизни, в этом темном лесе, в темном лесе, в темном лесе. Тогда сказано в 17 стихе, в заключительном стихе этого отрывка, тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом, вы наши боги. Вообще полемика против идолов, идолопоклонства, постоянно звучит во втором разделе Исаии. Мы еще дойдем до 44 главы, где будет обширный текст, сатирический текст, показывающий безумие и идолопоклонников, и ничтожность идолов. Свет — это истинное богопочитание, а тьма — это идолопоклонство. Идолопоклонство — это величайшая тьма и величайший соблазн. Когда Давид молится, «Господи, избавь меня от великого соблазна». Древние комментаторы говорят, что он молится о том, чтобы Господь избавил его от искушения и идолопоклонства. Нельзя говорить истуканом, «Вы наши боги, вы наши кумиры». Сейчас популярное слово такое — кумир. И все больше и чаще оно употребляется в положительном ключе. Из интернета, из экранов телевидения не вылезают эти самые кумиры, а народ им поклоняется. Вот этого делать не должно. Только Господу нужно воздавать славу, ему поклоняться и ему служить. Никаких у человека не должно быть идолов. Это нарушение самой, можно сказать, главной заповеди, которую Господь дал людям. Не сотвори себе кумира. Никто и ничто не должны быть объектом нашего поклонения и воздавания чести и славы божественной, кроме Господа самого, кроме единого Бога. И вот когда эта победа будет Господом одержана, окончательная победа, и наступит Божье Царство во всей своей силе и славе, тогда стыдом покроются те, кто надеялись на идолов. И говорили истуканам, «Вы наши боги, спасите нас». Постигнет их стыд, потому что они увидят бесполезность и тщетность своих надежд на этих истуканов, бесполезность этих самых изделий, которые они сделали своими руками. «Слушайте, глухие». 18 стих, с 18 по 25 описывается здесь, гимн, собственно, закончен. Дальше следующий пассаж, следующее пророчество говорит, содержит обличение Израиля в непослушании. Слепота, слепота израильского народа. «Слушайте, глухие, смотрите слепые, чтобы видеть». Обращение, может быть, ко всем народам, конечно, но дальше будет упоминаться Иаков, поэтому, скорее всего, этот пассаж относится все-таки к израильскому народу. И вот 19 стих тоже. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой?» Конечно, здесь говорится не о Мессии, и сей не может быть слепым и глухим к истине Божьей. Здесь говорится об израильском народе. Рабом, эвет, здесь назван израильский народ. По преимуществу. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Слепота Израиля. То есть израильский народ не понимает, что с ним происходит. Когда народ был угнан в долгий плен, в долгое рабство, не все понимали, только потом пришло понимание. Когда происходит освобождение из вавилонского плена, когда происходит этот, можно сказать, второй исход, то тоже не все понимают. И многие медлят, мешкают, не спешат выходить. Может быть, здесь косвенно также содержится критика пророков, коллег Исаии. Ну, коллег, автор второй части книги Исаии. Может быть, здесь речь идет о лжепророках тоже. Потому что сказано «мною посланный». Очевидно, речь идет не о мессии, а о израильском народе и о каких-то посланниках Господних. Он возлюблен Богом, послан израильский народ для того, чтобы другие народы познакомить с истинной верой. Промысл Божий устраивает так, что слава Господня распространяется даже помимо воли человека. Вот, казалось бы, невыгодная ситуация, плен, рабство. Но вавилоняне, медийцы, персы, знакомясь с израильским народом, знакомятся с его верой. А через это, убеждая, им доносится до них истина. «Ты видел многое, но не замечал, Израиль. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Вот даже через это уничижение, через рабство Израиля, потом через его освобождение, конечно, Господь прославляет свой закон. Речь идет не только о Моисеевой Торе, о пятикнижии Моисеева. Обучении Господнем, изложенном в ней, в этих пяти книгах. Но и вообще, в целом, более универсальный божественный закон, закон добра и справедливости, правды. «Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычей и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? «Невнимательный народ, невнимателен раб Господень к тому, что с ним происходит, что с ним делает Господь. Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям?» Звучит вопрос в 24 стихе. И тут же ответ. «Не Господь ли, против которого мы грешили?» Вот здесь это «мы». Очень интересно. И пророк от имени всего народа. Риторический вопрос звучит как бы, да, подтверждающий, что именно Господь за грехи наши отдал нас грабителям, врагам нашим, вавилоням. «Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона». И вот не хотели ходить путями, не слушали закона. Пришел грабитель и ограбил. Господь снял свою божественную защиту со своего народа, чтобы наказать и научить до времени. Это наказание было, пока не наполнилась мера божественного этого самого наказания. И Израиль, как было сказано выше в предыдущей главах, вдвое принял за все свои грехи и наказания. «И Он, то есть Господь, излил на них, то есть на израильтян, ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем». Нужен был долгий вавилонский плен, чтобы таки приметили и чтобы уразумели сердцем, приложили к этому сердцу, к этим событиям, к этому промыслу Божию, ко всему с ними происходившему. И тогда наступил конец плена, и Израиль был помилован. Ныне же, так говорит Господь, начинается 43 глава, Израиль не должен будет больше бояться, Израиль не должен будет больше страшиться, наученный Господом, он будет прославлять только Господа, а всех идолов отшвырнет от себя прочь, будет служить только Господу Богу Своему. Но об этом поговорим в следующий раз, когда будем читать 43 главу. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok